АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мментарус «Летературно, музыкально, поэтически». Что мы имеем в виду? Когда Володе не стало, очень принято было твердить о том, что никто не смеет петь его песни, потому что он пел так, как лицо больше не может. Понадобилось 34 года, чтобы до всех дошла простая, в особенности православным, знакомая вещь, что если мы какие-то слова, гарантия для нас, и хорошие слова, произносим своим ртом, своим голосом, столько, сколько Бог ему дал, непрофессионально, может быть, нелениально выше сути, но искренне, это становится нашим языком, это наши слова, это наши стихи. Все, что Володя сделал, он оставил нам, и для того, чтобы это жило, мы должны привыкнуть. Песни звучат, когда их поют, а не слушают. Стихи понятны и живут в бессмертной поэтической жизни. Тогда, когда мы их сами читаем, каждый раз, когда начинаешь учить стихи, запоминать строчку за строчкой, они ложатся в твою душу, как будто и ты их автор. Потому что ты тоже народ, Володя, народный воин, как Есенин, как Кошкин, как Шекспир. И все, что он сделал, будет жить, если мы это будем знать и говорить своими ртами. И самое дорогое для нас, для нашего музея, для фонда высотства, для всех, кто занимается высотой, изучаем, чтобы эти слова, написанные когда-то Володиным в замечательном почерком, родившиеся когда-то в его золотом обмазке сердце, читал буквы надежды. Дети. Ведь Володя Етельский поэт, кроме того, что взрослый, кроме того, что вся его творческая жизнь поддана нам, она поддана будущим. И еще два слова, я только не задерживаю. Сейчас, когда в мире, во многих его местах уже не точки, а страшные горячие регионы, когда россы вспоминают отмены вести культуры, мы обязаны помнить самого доброго человека двадцатого века, самого щедрого, самого доброго, понятного всем. Когда мы его помним, когда мы его любим, мы увеличиваем добро в том мире, где росовский партнер. Спасибо вам всем огромное за то, что в такой жаркий день, в такую уповязчивую, невыносимую погону, вы приходите сюда, если вы должны будете слушать, читать, уметь, продолжать слушать, так, чем всю жизнь ушло вам. Спасибо.